Как отдыхают дети в лагерях? Узнать это решили депутаты Челнинского горсовета и Государственного совета республики на выездном заседании. В оздоровительном комплексе Саулык сегодня отдыхают полторы тысячи детей со всего Закамского региона. Как питаются отдыхающие здесь дети, как организован досуг и на каких кроватях они спят – все это попало под прицел внимания депутатов. Мы должны до того, как дать детям, проверить еду, попробовать все. Такие пожелания озвучила депутат Госсовета Светлана Захарова при осмотре столовых. Для детей здесь организовано шестиразовое питание, которое готовят прямо в лагере. Кормят здесь очень хорошо, не дают проголодаться, ведь игры на свежем воздухе, из-за дождя больно не выходим. Этим летом важен правильно организованный досуг, ведь большую часть времени детям приходится находиться в здании. Поэтому обостряется проблема чрезмерного увлечения школьников сотовыми телефонами. Такая проблема чуть-чуть есть, но мы с ней справляемся, запрещаем играть в холлах, просим убрать сразу в тумбочку. На улицу они их не выносят. На встречу работникам лагеря посоветовали перевести этот минус в плюс и организовать фотосессию или конкурс. Обещали помочь руководству Саулык и с ускорением получения справок для педагогов. Как правило, этот долгий процесс мешает при подготовке к летнему отдыху школьников. Получение справок об отсутствии судимости на это надо два месяца. А мы не всегда знаем, какой у нас объем будет в лагерях за два месяца. Мы можем знать это за месяц. Наше предложение подготовить мы должны в срок до 10 июля и предоставить депутату Захаровой. Депутаты осмотрели медпункт, спальные комнаты и площадки для спортивных мероприятий. Как всегда, все вопросы упираются в деньги. К сожалению, сегодня та незначительная часть родительской платы не компенсирует. И половина затрат, связанных с проживанием и отдыхом детей в лагерях. И, конечно, этот вопрос надо решать. В целом, гости отметили, что сегодня в лагерях достойные условия для проживания. И по-прежнему оздоровительный комплекс Саулык остается престижным местом для отдыха детей.